Жили мы в Купщино. Мы это я и Сантер с его друзьями, с которыми познакомился я уже в старших классах, собственно говоря. Был у меня закадычный друг в школе Виталий Краманьков, одноклассник мой, а у него был дворовый друг Сантер. И он все время им хвастался, рассказывал, какой-то интересный, замечательный чувак. Сантер постоянно что-то придумывал, они какие-то лепили из пластилина ботискафы. Вокруг нас была куча луж и таких карьеров, они ходили эти ботискафы, запускали. Ну, мы играли во дворе, естественно, во всякие там футболы и прочие здоровые игры. Выпивали мы уже, наверное, в старших классах. Нездоровый у нас был район Купщино, такой настоящий, пролетарский, такой плоть от плоти советский район. И, конечно, мы старались не отставать от старших товарищей. На этой почве, в принципе, дружились, сходились. А вот с Сантером у него удалось, наверное, подружиться, садиться где-нибудь в классе в девятом. К тому времени я учился в итальянской школе, а Сантер с Максимом Васильевым, Колей Михайловым и Димой Бабичем учился в другой школе, восьмилетке. Соответственно, они ее закончили, и кто куда там разлетелся. Сантер в одну школу пошел, Бабич в другую школу, в девятый класс. Михайлов пошел в путягу, в ту же, что и Цой, я не помню, как она называется, художественная, по-моему. Ну, какая-то краснодеревческая, в общем, она знаменита тем, что там учился Цой, потом Михайлов, а потом там, по-моему, Горшок учился. А может, даже с Князем, если я ничего не путаю. Такая панковская кузница. Никакими панками мы в школе не были. Мы видели панков в международной панораме только. И нам было это интересно, но для нас все это было страшной экзотикой, какой-то абсолютной невозможностью. Жили мы нормальной советской жизнью, были комсомольцами, но слушали музыку. И вот у сантеров вся эта тусовка одноклассников, она была очень творческая. Несмотря на то, что это была никакая не золотая молодежь, в отличие от тусовки свиньи, которые считаются первыми панками в городе, которые были панками еще до панков. Потому что они сначала стали что-то придумывать, что-то на себя напяливать и вести какой-то антисоциальный образ жизни. А потом узнали, что есть такие панки в Англии. Ну, это со слов уже панкера, который рассказывал мне всю эту историю. А мы вот, собственно, узнали про все это, я узнал, потому что я учился в одном классе с Аней Лавровой, которая была сеструю Федя Лаврова. Это такая была абсолютно богемная семья, состоящая сплошь из художников, начиная от бабушек, дедушек. То есть в Феде в квартире постоянно проходила такая богемная туса. Там были художники, музыканты. И вот они-то и стали играть музыку, которую мы принимали тогда за панк. Потому что мы не слушали даже Sex Pistols, я услышал уже лет в 20, наверное, уже после того, как мы записали первый альбом. Мы не слушали эту музыку, мы могли себе только ее представлять, видя эти образы на фотографиях, где-то на каких-то видеокассетах. Еще не было никакой музыки, собственно. Вот Анька, не знаю, как она может там близко. Видно? Да, видно. Была сеструю Феди, которая какое-то время... Федька, вот, кстати, тоже Анька. Они, значит, Анька училась со мной в одном классе. Причем сначала там в наших классах мы учились вместе, потом она переходила в параллельный. Потом вернулась в 9-10-е. И Анька стал приносить в школу музыку, которую записывал Федька со своими друзьями. Какие-то фотографии. И нам было это ужасно интересно. То есть это были группы «Народное ополчение» с Алипсом Игалтевым у Феди и его группа «Отдел самоискоренения». Музыка была ни на что не похожа. Делалось это дома, записывалось какими-то знакомыми людьми. Для нас это было полное откровение. Мы там заслушивали до дыры эти пленки уже с сантером. И нам было ужасно интересно, конечно, сделать что-то самим. Это где-то 83-84 или уже 85-86? Это 83-84, скорее 84-й уже, наверное, конец. Нет, даже не конец. Ну, то есть я закончила в школу, мы закончили школу с сантером, 10-й класс, заканчивали в 84-м. Весной 84-го мы уже вовсю там выбривали у себя на голове какие-то, ну, там, сбривали виски, отращивали какие-то челки, что-то друг другу красили. То есть образ панка того времени, мы же не называли еще себя панками, вот эти наши старшие товарищи Федя, там, Алекс, Рикошет и прочие, они называли себя битничками. И мы тоже старались быть битничками, значит, в отличие от английских панков, у которых все начиналось с того, что они там таскали вещи в модных магазинах, там. Ну, то есть им было что одеть, нам одеть было нечем, мы и заворачивались как могли, и мы вообще даже не могли себе представить, как должны одеваться эти самые панки. То есть это все было такое смешное творчество. У нас были какие-то очочки старые, там, 50-х годов, значки, которыми мы там увешивались с ног до головы. И, собственно, мы делали сами трафареты, делали какие-то футболки с надписями. Вот такой вот был нелепый образ городских сумасшедших, скорее, чем настоящих панков, но при этом и музыки-то мы настоящей панковской не слышали, но уже пытались что-то играть. Собственно, у меня никакого музыкального образования нет, и с музыкой я совершенно не дружу. В отличие, опять же, от тусовки «Сантера», где Максим Васильев, очень талантливый парень, научил всех играть на гитарах. Коля Михайлов был идеальный слух, Коля Михайлов прекрасно рисовал, Коля Михайлов играл и пел, и любил Пола Маккартни. И у них, у всех у них вместе были различные группы, названия которых я не помню. И еще с восьмого класса они издавали какие-то классные, ну, в смысле, школьные рок-журналы, в которых вот «Сантер» фигурировал, например, как Стив Люк. Вот это его там самодельная гитара, это фотография, я думаю, что «Сантер» здесь классе в восьмом, наверное. И там фотографировали, там приходили, ну, самодельные из тетрадок журналы, которые считались, я не знаю, как бы, «Пампанк Фэнзины» сейчас бы это назвали. Вот это вот я, меня тут не видно, и мой друг Виталик, у которого там самодельный значок с гитаристом Sex Pistols, там, это восемьдесят второй год. Мы с «Сантером» получались самые продвинутые, потому что мы слушали народное ополчение отдела самоискоренения, а Михайлов там с Бабищем и с Максимом Васильевым, они над нами потешались, как над какими-то дурачками, потому что мы вот так одеваемся, слушаем какую-то дурацкую музыку, а они играют нормальный какой-то рок, типа «Машины времени», там пишут песни типа «Битлз». Это вот восемьдесят третий, восемьдесят четвертый год. И когда мы закончили школу, наступила такая для нас свобода, мы почувствовали себя взрослыми, и где-то, по-моему, летом, а может быть осенью, наверное, в сентябре восемьдесят четвертого года, мы с «Сантером» приехали к Федьке Лаврову. На стене, вот у Феди, чтобы представляете, была, значит, квартира вот на канале Грибоедовых, и на стене было написано «Жена дрянь, а теща жопа». Вот оршинными буквами, первое, что там видели в комнате, собственно, вот кусочек интерьера Фединой квартиры, это жена Алекса Галтилова. И там же посреди комнаты стояла барабанная установка у Феди, которую, ну, тогда там была ту бочку, мы эту бочку с «Сантером» везли, я помню, на трамвай из центра, как к нам в Купщино. Потом мы ездили за хай-хэтом к рикошету, неизгладимое впечатление на меня произвела жена рикошета, у нее были какие-то леопардовые леггинсы, то есть тогда это было что-то немоверное. Привезли ко мне домой барабанную установку, поставили там комбики, у «Сантера» была такая самодельная гитара, я решил, что я барабанщик и певец. Вообще у нас было разделение с «Сантером», я типа поэт, а «Сантер» типа музыкант. На самом деле мы все песни там на ходу придумывали вместе, пели какие-то частушки, мы абсолютно не представляли, что такое панк-рок. Но при этом мы играли настоящий панк-рок, если бы сейчас можно было услышать то, что мы играли, потому что играть мы не умели, получался панк-рок. «Сантер» играл на гитаре, я на барабанах, ну, примерно как там, не знаю, «Роял Блад» или «Твенти Чур Пайлот» сейчас, вот такая у нас была, в принципе, группа. И текстов у нас изначально не было, вот мы там какие-то частушки народные пели, потом у Вадима Шефнера книжка у меня была, мы оттуда какие-то стихи брали, там какой-то был такой текст, «Сегодня имеешь капризы и многого можешь достичь, а завтра внезапно с карниза по щерепу трахнет кирпичем». Мы вот это там пели. Потом у нас была такая песня про Демиса Руссеса. Был такой певец, я не знаю, греческий, он был очень такой толстый, в рясе был, с бородой, но пел очень тонким голосом. И у нас была такая песня типа рекламы. «Брейтесь, бритва Ленинград, кто не бреется костра, Демис Руссес вот не брился, до сих пор не женился». Вот это вот такое примерно качество были песни. Но при этом мы что-то написали, и даже написали две неплохие песни, я считаю, это песня, которая сейчас известна как «Каждый человек», потому что ее Федя потом переназвал. Тогда она называлась «Песня идеалиста». А потом она стала называться почему-то «Оптимист», потом «Каждый человек» и «Долой гопоту», которую «Горшок» потом записал на сборнике, и поэтому их все более-менее знают. Играли у меня дома бедные соседи, не знаю, как вот сейчас, не представить все это на полную громкость. Пытались записывать все это на каких-то бобинах с пленкой для первых советских компьютеров. Дальше нам показалось, что мало у нас музыкантов. Я позвал своих одноклассников, абсолютно не врубающихся, зачем это им нужно. Но тогда все умели играть на гитарах. Такое было время, что в Купщино, в Гопкинском районе, развлечение, главное, блюстить на скамейке, играть на акустической гитаре какой-нибудь «Фантом», плеваться, ну и выпивать. Поэтому все умели играть на гитарах. У моих одноклассников у каждого стояла дома гитара. У меня в том числе стояла, на которой я еле-еле, там, не знаю, два аккорда мог взять. А они все играли хорошо. Вот. В процессе выяснилось, что я, значит, на барабанах играю так же плохо, как пою, поэтому я только пел уже дальше. И писал стихи, а на барабанах играл один из моих одноклассников. В общем, в таком составе, вот, с тремя еще моими одноклассниками, мы записали один-единственный альбом группы. Группа называлась «Беломор». Почему я уточняю, что «Беломор», потому что потом была еще группа «Беломор канал», в которой, кстати, играл Титя. Наверное, не безызвестный вам, который сейчас с Юрой Соболевым играет, и с Федей Лавровым. Но тогда мы с Титей не были знакомы. И группа «Беломор канал» появилась года через два, по-моему. Играли они какое-то подобие постпанка. Тогда уже люди знали хоть, что играют. Но это непонятно, что играли. Вот, значит, поехали мы к Феде Лаврову, записали у него альбом. Было очень смешно и весело, потому что какие-то песни играла жена Феди, активная связистка, такая у нее кличка была. Причем она играла хорошо на барабанах, в отличие от нас. И думаю, что, ну, в принципе, я бы с удовольствием послушал сейчас этот альбом, но мы настолько наплевательски относились к собственному творчеству, что мы даже не обеспокоились тем, чтобы его размножить. Вот он был на какой-то одной бобине, какой-то сосед у Феди еще его перезаписал, и вот обе бобины эти пропали. Я даже ни разу не переслушал этот альбом. Я не знаю, вот эту какую-то историю мне сейчас не представить, как это возможно. Ну, вот мы записали. Было это осенью, может быть, уже зимой 1984 года, после чего, видимо, наши амбиции в музыкальном смысле удовлетворились. У Сантера постоянно были какие-то проекты, доподрядовские. Они с Максом записывали «Порошок», я уже не помню, так назывался альбом, или это назывался проект, но это была совершенно другая музыка какая-то, там, с, может, даже с электроникой. И потом у него, я сейчас пролистываю свою тетрадку со стихами, обнаружил, что Сантер был какой-то проект в хлам, после уже «Беломора», для которого я писал какие-то тексты. И, то есть, Сантер был активным таким человеком, постоянно у него были какие-то проекты, я потерял число названий, их не помню. Мы продолжали ходить на концерты, время расцвета Ленинградского рок-клуба, на фестивале, но музыку уже не играли. И уже в 86-м году, а, еще в 85-м, там, вот летом 85-го, мне кажется, это надо у Сантера уточнить, потому что он остался... А, и у Макса. В общем, они всей компанией, Коля, Макс, Сантер и Димка Бабич, ездили к Димке на Украину в местечко под названием Гадич. И там, вот, мне кажется, и произошло уже перерождение этих товарищей в таких первопанков. Потому что я помню, что Кольт был волосатый. И у него такие были длинные волосы, такой он был похож на осла из бременских музыкантов. И вдруг там, значит, он стал зачесывать эти волосы как щелку. Они уже, какой-то имидж у них появился новый. И вернулись. Они, естественно, там играли, какие-то песни придумали. То есть они сыгрались снова. Видимо, тогда уже у них такая появилась идея собрать группу. И они абсолютно самостоятельно уже поехали к Феде записывать альбом. И было это уже в 86-м весной. Сантер мне сказал, что они как бригадный подряд, так они теперь называются, они записывают альбом у Феди дома. Собственно, вот, я узнал от Сантера весной 86-го года. А существование бригадного подряда.